Настоящая театральная пьеса «Будет спящее чувство» высвобождает подавленное бессознательное. Толкает к некоему потенциальному бунту, который имеет значимость лишь оставаясь виртуальным. Он навязывает собравшейся публике позицию героическую и трудную. Так в пьесе Форда Аннабелла с самого момента поднятия занавеса мы к своему великому изумлению видим существо, бросившееся в дерзкое требование инцеста и напрягающее всю свою сознательную юную силу, чтобы провозгласить и оправдать это. Он не колеблется ни на мгновение, не сомневается ни на минуту, и этим показывается, как мало значат все преграды, которые могут встать у него на пути. Он героически преступлен. Он исполнен героизмом. С дерзостью. На показ. Все толкает его в одном направлении и воспламеняет душу. Нет для него ни земли, ни неба. Только сила его судорожной страсти, на которую не может не ответить. Тоже мятежная и столь же героическая страсть Аннабеллы. Я плачу, говорит она, но ни от раскаяния, ни от страха, что не смогу удалить свою страсть. Они оба фальсификаторы, лицемеры, ложицы, боями своей нечеловеческой страсти, которую законы обуздывают и порицают, но которые они поставят выше закона. Месть за месть и преступление за преступление. Там, где мы думаем, что они в опасности, загнаны и обречены, когда мы готовы пожарить их как жертв. Они вдруг показывают себя, готовыми воздать судьбе, ударом за удары, угрозой за угрозой. Мы идем с ними от эксцесса к эксцессу, от протеста к протесту. Она беру поймали, влечили у дельтери, у инцеста, ее топтали ногами, оскорбляли, таскали за волосы. Велико наше изумление, когда мы видим, что она не ищет лазей, но провоцирует своего палача и поет всего властью упрямого героизма. Это абсолют бунта. Это неутомимая любовь. Например, который заставляет нас из-за этого задыхаться в страхе от одной мысли, что ничто не сможет остановить эту страсть. Никому не позволят вынести приговор этой любви, как если бы он хотел сказать, вы хотите кожу моей любви. Это буду я, кто бросит вам эту любовь в лицо. Кто окропит вас кровью, той любви, до высот которой вы не способны подняться. И он убивает свою возлюбленную и вырывает у нее сердце, будто собираясь полакомиться им посреди пира, на котором его самого хотели бы сожрать. И прежде чем его казнят, он убивает и соперника, мужа своей сестры, посмевшего стать между ним и его любовью. Он убивает его в своей последней схватке, которая кажется его собственным спазмом агонии. Продолжение следует...